Ну что же, 2021 год вышел диким, как мы и ожидали. Один из лучших в истории UFC, но что же ждет легкий вес в 2022? Друзья, с вами Страйкер и сегодня мы обсудим расклад сил в самом популярном дивизионе UFC на ближайшие 12 месяцев. Не забывайте, пожалуйста, про лайк и комментарий из трех слов. А мы начинаем. Погнали! Ну так, давайте разберем сначала самые интересные бои, а потом в конце подведем итоги и выясним, кто скорее всего останется чемпионом к концу года. На экране в данный момент вы видите топ-10 легковесов на сегодняшний день, и мы пройдемся по этому списку, чтобы прикинуть, что нас ждет. Во-первых, в начале 2022-го у нас пройдет с большой долей вероятности претендентский бой, который мы уже разбирали на канале. Третий номер Беннил Дариуш против четвертого Ислама Махачева. 7 побед подряд против 9 к ряду. Кто-то продлит свое победное шествие и без каких-либо сомнений победитель должен выходить на титульный бой. Я уже высказывал свое мнение по поводу этой встречи. Мне кажется, что Ислам победит в ней. Но после Чарльза Ливейра и Дариуш самый тяжелый для него бой. На кого тер с хорошим грапплингом? Нужно быть аккуратнее. Во всяком случае, если Махачев одерживает победу в этой встрече, мне кажется, что он взлетит на вторую строчку, подвинув Дайсена на третье место, а Дариуша поставив на четвертое. К сожалению, пока что это единственный поединок объявлен официально, поэтому мы просто пройдемся по остальным топам легкого веса и разберем их опции и примерное расположение в рейтингах к концу года. Первый номер Джастинг Эйджи со стопроцентной вероятностью проведет свой следующий поединок против чемпиона Чарльза Ливейры. У них есть история, определенный конфликт, который они вроде и уладили, но мне кажется, что перед поединком он может вновь разгореться. Честно, вот предбой Моливейры и Парея был прям уверен в победе Чарли, но с Джастином другое. Многие списали его со счетов, но у него больше шансов, чем было у Бриллианта. Эта тема может напомнить бой Блоховича и Тейшеры, когда претенденту не давали шанса, а в итоге он совершил обсет. Гэджи бьет четко и хорошо, есть высокая доля вероятности, что Американец может шокировать мир, но все равно я останусь при своем мнении и выберу Оливиру победителем. Примерно этот бой пройдет в апреле-майе, поэтому следующая защита Чарли придется скорее всего снова на ноябрь или декабрь, и вероятнее всего с победителем пары Дарюш Махачев. О блин, какое же это будет мясо, если по итогу Ислам и Чарли выиграют свои бои и встретятся. Это же настоящий бой мечты, что-то в стиле Тони против Хабиба. Но если это в натуре реинкарнация этого печально известного поединка, я скорее поверю, что они оба улетят на кауты, чем подерутся. Но в идеальном мире именно два этих парня проведут титульный бой под конец 2022. К этому моменту мы вернемся чуть позже. Итак, второй номер Дай Симпорье. Что будет с ним? Мне кажется, что Бриллиант завяжет титульной гонкой в легком весе. Вот, ребята, я сейчас скажу без какого-либо хейта. Это лишь мои наблюдения и заметки. ДП не хотел драться с Оливейрой, и это было понятно изначально. Почему? Потому что в этом нет смысла для него. Сколько он получил за бой с Чарли? 350к фиксировано. За второй бой с Маком он гарантированно получил миллион, а за третий еще больше. После поединка в июле Дайсин говорил обо всех боях. С Диазом, четвертый раз с Макгрегором и даже с Колби. Но точно не с Оливейрой. И за это его винить нельзя. Дайсина можно понять, снова же чемпионом он уже был. А профессиональная карьера не вечная. Нужно выжить максимум. Думаю, что мы не увидим паре в рамках легкого дивизиона. И следующий поединок проведет он по среднему весе против Нейта Диаза. Кстати, этот бой мы уже разбирали на канале. Но он почему-то набрал смешные просмотры. Посмотрите, пожалуйста, если этого еще не сделали. Спасибо. Итак, пятый номер Майкл Чанлер. На самом деле, его бой против Дайсина Парье был бы настоящим шедевром. Но из-за серии с двух поражений подряд, вряд ли ему дадут бойца выше рейтингом. У Чанлера есть три поединка, которые имеют для него смысл. Два из которых являются больше громкими, чем боями, которые приведут его обратно в титульную гонку. Во-первых, это всегда открытая опция для любого легковеса. Бой против Конора Макгрегора. Идеальный поединок для каждого из спортсменов, который выяснит, кто из них еще может побороться за титул. А кому нужно либо срочно завершать карьеру, либо же драться чисто в громких боях, без трений на трон. Второй вариант – это бой против Рафаэля Дусаниса, который как раз-таки и может вернуть его в титульную гонку. Эрда на шестой строчке. Активная победа. Это будет хорошее имя в резюме, если Майкл одержит верх. Очевидно, что он вернется в гонку в случае успеха. Ну и, конечно же, третий вариант, который для многих может показаться мисс матчем. Но едва ли это так. Тони Фергусен против Майкла Чанлера. Этот бой обсуждается с прошлого года. И почему бы его не провести? Оба на серии с поражений, и оба являются возрастными для легкого веса. Кто бы что ни говорил, Кукуй все равно может забрать этот бой. Лично по моему мнению. Поэтому будем ждать, какой же выбор сделать UFC. Но мне кажется, учитывая активность Чанлера, он выступает часто, есть вероятность, что он завершит карьеру к концу 2022. Потому что если даже и выиграть следующий бой, скорее всего проиграет через один. В силу возраста, более молодой оппозиции. Рафальдо Санис хоть и не является таким популярным, как другие легковесы, но все равно должен не забываться нами. Честно, кроме как поединка против Чанлера, я даже не знаю, какой бой имеет смысл для бразильца. Не думаю, что Макгрегор с ним подерется, а реванш с Тони тоже не интересен. Хотя было бы прикольно свести двух ветеранов. Мне почему-то кажется, что к концу 2022-го Эрда вылетит из топ-10. И возможно тоже завершит карьеру. Или будет уволен с промоушена. 37 лет, чередование, победы и поражений. В последнее время UFC нереально жестокий. Поэтому я не буду удивлен такому исходу. Тони Эль Кукуи Фергюсон. Легендарный бабай. Есть ли у мексиканца шансы вернуться в гонку и выйти на титульник? Вы знаете мой прискорбный ответ. Но заработать хороших денег в 2022-м он точно может. Главное не делать фигню. Не принимать бои против молодых львов по типу физиева. И ждать свои поединки против Макгрегора или Диаза. Вообще даже бой против Парье, несмотря на отсутствие конкуренции на первый взгляд, выйдет офигительным. Реально это будет дикий бой. Ему нужны именно такие поединки. Громкие и финансово выгодные. Но к сожалению, к великой скорби мне кажется, что к концу 2022-го Тони, если будет вести карьеру, как обычно ведет, будет уволен из UFC. Так как в активе будет 4 поражения подряд. Но будем надеяться на лучшее. Блин, пожалуйста. Макгрегор против Фергюсона напоследок. Мы много его просим? Хукер переходит в полулегкий вес. И девятый номер Конор Макгрегор. Сможет ли легендарный ирландец вернуться в строй после травмы ноги и вновь стать чемпионом UFC, учитывая всю ситуацию весовой? На самом деле, его возвращение может напомнить что-то схожее с реинкарнацией Хорхема Свиделя. Так он вернется в таком же возрасте. Поэтому посмотрим. Для Конора есть очень много возможных поединков. Но думаю, что идеальным для него будет снова же бой против Тони. Почему, блин, нет? Мы все хотим этот поединок уже очень долгое время. Дайте нам его. Мы многого, блин, просим? Трилогия Зиа Зэм 4 Бой с Парье тоже имеет смысл. Но снова же Ферга навсегда. Правда, судя по словам Уайта, его собираются снова скормить какому-нибудь молодому льву. Что, блин, печально. Что же ждет Конора в 2022? Если случится чудо, то он вернется в топ-5. И, возможно, будет котироваться, как один из первых претендентов. Но если смотреть трезво на вещи и на более вероятный сход, это выход его из топ-15 легкого веса и поединки лишь с громкими именами. На самом деле, ничего прискорбанного в этом не будет. Главное, чтобы Конор продолжал выигрывать, даже если для этого потребуется уменьшение уровня позиции. Как-то так. Также стоит отметить, что, по моему мнению, Рафаэль Физиев и Арман Царукян войдут как минимум в топ-7 легкого веса к концу 2022. Новая кровь, которая подвинет матерых, но уже старых ветеранов. Примерные рейтинги на конец года. Чемпионом останется Чарльз Оливьера с тремя активными защитами титула. Первым номером будет Ислам Махачев, вторым Джастин Гэджи, третьим Банил Дарюш, четвертым Арман Царукян, а пятым Рафаэль Физиев. Почему-то мне кажется, что плюс-минус рейтинги будут именно таковыми. Если действующие топы останутся на своих местах, это скорее всего из-за неактивности, а не из-за побед в легком весе. Уверен, что 2022 станет новой главой этого дивизиона. Топы, которых мы привыкли видеть половину десятилетия, к сожалению, будут сдвинуты. Как-то так. А у вас какое мнение об этом всем, дорогие друзья? Что же ждет легкий вес в следующем году? И кто будет чемпионом под его конец? Давайте обсудим все в комментариях. Ребята, не выключайте видео. У меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него. А я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение с помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧАЭС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно поделитесь всем с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост. Поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok